Сегодня уже ни для кого не секрет, что фастфуд не приносит никакой пользы для организма и есть много факторов, из-за которых стоит отказаться от привычки часто питаться фастфудом. Такая еда содержит в себе кучу лишних калорий. А жиры, которые находятся там, способствуют образованию бляшек из холестерина, а в худшем случае даже могут привести в сердечному приступу. Аналоги жиров, которые содержатся в такой еде, не дают кишечнику нормально впитывать витамины, а также получать остальные полезные элементы, а это, появление гиповитаминоза и неправильное функционирование сердечной мышцы. Как можно заметить, практически всей основой фастфуда является выпечка из белой муки. В них тоже нет практически ничего полезного. Из-за них появляется и лишний вес и образуются шлаки. Начинка, в которой содержится большое количество различных усилителей вкуса и консервантов, способствует развитию онкологических заболеваний и сахарного диабета. Дешевизна такой еды достигается продуктами совсем не высшего качества. В них много генномодифицированных веществ, действия которых на организм человека не изучено. Например, если взять за единицу урожая пшеницы, то для пшеницы генномодифицированной с такой же площади посадки будет 3, а то и 4 единицы урожая. Если это может происходить с растениями и животными, то нет никакой гарантии, что это никак не скажется на здоровье организма человека. Некоторые могут возразить, приведя в пример Макдональдс, в котором стали появляться так называемые диетические салаты. Но благодаря исследованиям выяснилось, что в такой диетической еде калорий еще больше, чем в гамбургерах. Конечно, решать чем питаться, а чем нет, это сугубо личное дело. Но жизнь, как и здоровье дается один раз, так зачем же намеренно уменьшать качество этой жизни и продолжительность здорового существования?